Сегодня внезапно я хочу поговорить с вами про карты Apple, да-да, именно про карты, про те карты, которыми в России никто не пользуется, которым в Европе пользуются очень мало, ну потому что используют или Google Maps, или собственно Яндекс. Однако Apple была бы не Apple, если бы не завезла в свои карты фирменные фишечки. Сегодня как раз о них и поговорим, меня зовут Максим, вы на канале Diamonds Lounge, поехали! Вообще, люблю снимать подобные видео, которые не совсем очевидны, вот недавно про погоду с вами разговаривали, да, что вот эти все шкалы и значения, значит, если не видели ролик вот там по подсказочке, посмотрите, потому что, как мне кажется, ну вот это те технологии, про которые на самом деле интересно говорить. Да, у этих видео обычно не супер много просмотров, потому что людям обычно интереснее какие-то бета-версии iOS, новые какие-то функции и прочее, но в существующих приложениях уже тоже много интересных функций, которые мелкие, незначительные, но когда ты начинаешь в это во все погружаться, такой думаешь, нифига себе, вот это ребята могут. Поэтому, если вам такие ролики тоже нравятся, поставьте большой палец вверх, мне это, естественно, будет приятно, я увижу, что вам такой контент тоже интересен, не забывайте там внизу подписываться на канал, жать на колокол, тогда вам придет уведомление с выходом новых роликов. Сегодня же говорим с вами про Apple Maps, Apple карты и поговорим с вами по 5 вещей, которые там реализованы удобнее, чем в других навигаторах или картографических сервисах, причем именно про такие вещи, не которые просто удобнее, о которых тупо нет других картографических сервисов. Начнем с базового интерфейса, зайдя в Apple Maps и сразу видите, что здесь сделано все по уму, как и в Safari у нас поиск переехал вниз спустя какое-то время, в Apple Maps у нас тоже поиск внизу, но если вы зайдете в другие навигаторы, в Яндекс.Навигатор, в Яндекс.Карты, в Google, то у вас строка поиска будет сверху. Как вы понимаете, это менее удобно, если вы пользуетесь смартфоном одной рукой, что при навигации достаточно важно, и это у нас первое отличие. Отдельно хочется поговорить про уведомления навигатора в Apple Maps. Если вы пользуетесь этим навигатором и свернули приложение, то вам все равно вот эти подсказочки наверху будут отображаться, чтобы вы не потерялись, потому что, ну мало ли, вам нужно зайти в какое-то другое приложение, что-то еще сделать, кому-то позвонить, но при этом вы не должны терять подсказки с Apple Maps, и они будут отображаться у вас наверху. Понятное дело, что Google или Яндекс просто физически не могут на iOS это сделать, но, тем не менее, компания Apple себе вот такую эксклюзивную фишку забрала. А еще Apple очень элегантно решила вопрос с энергоэффективностью при использовании аккумулятора. Как вы знаете, батареечку жрет навигатор. Ой-ой-ой, как хорошо. Если вы запустите Яндекс.Навигатор, не подключите смартфон к источнику питания, то надолго вам его не хватит. Я думаю, что с Google то же самое, но просто в России не пользуюсь Google, потому что Яндекс и так отлично справляется. А вот Apple решила этот момент интересный. Если вы приблизительно знаете маршрут, вам далеко ехать по одной и той же дороге, то зачем вам навигатор вот так вот включенный постоянно на iPhone? Поэтому вы просто блокируете смартфон, и если вам вдруг нужен навигатор, вы просто касаетесь смартфона, чтобы у вас, собственно, загорелся локскрин, при этом не надо смартфон разблокировать, и у вас навигатор отображается на весь экран. Блокируете, и он опять уходит. Это очень крутое решение. Опять же, понятно, что это может сделать только компания Apple, потому что у нее есть эксклюзивные API для того, чтобы это работало, но сделано реально круто. Еще одна крутая вещь в Apple Maps при навигации, это автоматическая смена режима с 2D на 3D и обратно. Ну, например, если вы маневрируете в городе, то у вас по классике навигатор работает в 3D режиме, вы можете его принудительно в 2D режим переключить, некоторые картографические сервисы позволяют это сделать. Так вот, компания Apple делает это автоматически. Если она видит, что вы подъезжаете к какому-то повороту, и этот поворот вам нужно подсветить, она переводит карту в 2D, и вы четко видите, где вам нужно повернуть. Это очень крутое решение, и на самом деле я не понимаю, почему кто-то кроме компании Apple так не сделает. Вот здесь это сделать вообще не проблема, ничего другие компании это не ограничивают. Ну, и еще одна вещь, в которой просто прекрасные Apple-овские карты, это их взаимодействие с экосистемой Apple. Вы скажете, какое взаимодействие с экосистемой Apple? А если у вас есть Apple Watch на руке, то когда вы подъезжаете к повороту за 150 метров до поворота, Apple Watch вам повибрирует в руку. Причем повибрирует так, что вы поймете, поворачиваете направо или налево, и не пропустите свой поворот. То есть вам даже не всегда нужно смотреть на навигатор, потому что Apple Watch вас сориентирует, подсказывает, что нужно сделать. Или, например, вы наоборот, отвлеклись от навигатора, они вам провибрирули в руку, и вы понимаете, что так надо обратить внимание, сейчас будет какой-то маневр. Очень крутая система. Опять же, все это сделано взаимодействием гаджетов Apple, потому что если мы смотрим какие-то приложения Яндекс.Карт, Гугл.Карт для Apple Watch, ну там прям все совсем плохо, и я не думаю, что они могут это подтянуть до уровня Apple. Так что в этом плане все сливки ребята забирают себе. И вот, казалось бы, очень много крутых, интересных фишек, которые действительно помогают как-то ориентироваться в городе, помогают с навигацией. Это мы еще с вами не поговорили про кучу возможностей, которые Apple предоставляет по разным местам, по разным рекомендациям и прочее. Но просто потому, что у нас это все не работает. Я думаю, даже отдельный ролик записать, какие сервисы на iPhone не работают в России, чтобы был вот такой summary, как iPhone, например, выглядит в США, и как он выглядит в России. Потому что нам реально недоступно очень много. Ну, например, условно, те же Apple Maps в полноценном своем виде. Если захотите такой ролик, дайте знать внизу в комментариях. И про Apple Maps, что думаете, тоже там пишите. Ну, а пока же поставьте этому ролику лайк, как я говорил, если он вам понравился. И вот там подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда ничего классного, интересного не пропустите. Вам придет уведомление с выходом нового ролика. А пока же можете посмотреть вот эти два видео, специально подобранные для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, вот все окон, жмите, чтобы подписаться на канал. А у нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok